Продолжение контролирует локоть, также ногой, вы все время контролируете колено. Все время колено. Есть варианты, есть техники, когда вы контролируете, подхватываете принципиально стопу или голень, в зависимости от технического элемента. Есть такие моменты, когда вы сюда работаете. Но сейчас не об этом. Сейчас принципиально стараемся контролировать колено. Это важно. Пойдем. Будьте внимательны и осторожны. Это не удар локтем, не импирующий. Как вариация, как хэнка ваза, да, возможно. Почему нет? Но здесь идея принципиально не в этом. Есть сопровождение, и вы всем телом сталкиваетесь. Это всего лишь точка приложения вашего давления. И это не значит, что нужно выбивать ему зубы. Не тот случай. По перемещениям здесь все достаточно просто, но почему-то заставить себя это сделать достаточно непросто. Ваша задача. Сопровождение, выход практически с ним лицом в одном направлении. После этого ставите руку и так все. Сопровождение, выбрались. Работа всем телом должна быть. В идеале вы должны выполнить технику до того, как он поставит ногу. Почему именно так? Потому что если он встал, плотный и устойчивый, то здесь будет тяжеловато с ним бороться. Тогда лучше локтем кругу. Здесь все-таки задача работать на динамике. Как называется? А выполняем то же самое. Вот ровно то же самое. Сопровождение. Очень внимательно здесь нужно следить за дистанцией. Когда вы работаете от удара ногой, от майгери, динамика гораздо больше. И бросать на самом деле легче. Когда мы работаем от удар рукой, динамика здесь меньше. Он уже стоит на двух ногах. Это достаточно тяжело. Ваш шаг должен быть достаточно далеко. Если вы не доделаете его, то давления и вывода из равновесия не хватит. Зажди. Который на самом деле не только на этой технике, но и на этой технике. Возникает достаточно часто. Что делать, если ваш партнер выше вас, больше и так далее? Значит, есть принципиально несколько вариантов. Вариант, предложенный Александром, ударить просто в голову локтем. Может быть не очень удобен на самом деле. Зависит от разницы в росте. То есть ударить сюда, может быть и получится. Но не факт, что будет удобно. Особенно если разница в росте большая, то есть шанс, что вы просто не достанете до туда нормально. То есть он своим плечом закроет голову и в лучшем случае в скользко попадете. Это может быть совсем неудобно. Соответственно, есть вариант, ну если прям совсем высокий такой, тогда можно сделать то же самое. Прыжка. Тогда легче достанет. Но это в общем-то... Как биться всем маленьким совсем? Сейчас объясню. Но это не совсем айкидо. Когда прыжка локтем в голову больше. Не совсем там. На экзамене так лучше не делать. Могут не оценить. Если совсем все плохо. Ну, допустим. Я думаю, достаточная разница в росте. Значит, вариант номер раз. А если мы говорим о реальности какой-то, то можно не делать эту технику. У нас достаточно техник, чтобы в общем-то было из чего выбрать. Но если прям очень хочется, очень принципиально... Не достал. Не вверх, короче. Вот сюда можно сделать то же самое. Для выведения из равновесия не важен уровень. То есть вы можете это сделать на уровне плечевого пояса, солнечного сплетения. Или на уровне... И здесь получится ровно то же самое. Мало того... Если вы сделаете то же самое, выведение из равновесия вот здесь, оно ровно так же получится. Ничего принципиально нового, принципиально другого делать не обязательно. То есть на самом деле вы можете вот сюда. А движение получится ровно так же. Базовый вариант здесь. Вариации будут быть и здесь, в том числе. Давление должно быть не назад, чем после удара. Завершить. То есть не туда давление, не по прямой линии. А ваша задача выводить его в сторону. Выводить из равновесия. Вот это очень важно. И это работает вне зависимости от роста. Обычки. Сопровождение, подхват, выход. Просу. Сопровождение, подхват, выход. Просу. Перемещение о ревень. Не забывайте, что когда вы уходите, ваша задача здесь контролировать локоть. В идеале здесь должно быть. В идеале здесь ему уже должно быть хорошо, весело и интересно. Подхватываем локоть. Выводим перед собой. И отсюда выталкиваем вперед уже в направлении броска. В программе по Айкидо эта техника выполняется от трех атак. Скидзю дан, Омутэйку нучи и Шомы нучи. Вот Омутэйку нучи мы сегодня рассматривать не будем, потому что оно, в общем-то, это самое легкое из представленных. Скидзю дан или Шомы нучи гораздо сложнее, потому что они идут по прямой. А Омутэйку нучи в данной ситуации сильно легче, потому что он уже сам фактически двигается в том направлении, в котором мы его будем бросать. Очень просто. Скидзю дан, Омутэйку нучи. Выход. 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 Подхват. Выход. 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 Держи. Шомы нучи. Над упражнениями. Не всегда есть время и возможность поработать над ними на регулярных тренировках. Поэтому проработаем насильно. Кладем руку на плечо партнера. Он ее ручически сгибает. Значит, ни в коем случае не делаем резко, быстро, медленно, постепенно увеличивая давление. Рука при этом должна быть расслаблена. То есть не должно быть зажатости, напряженности. Дело не в этом. Дело больше в правильной работе, нежели в силовой. Руку. Дружие. Другой эксперимент поставить. Надо что-то развлекаться. Действительно. И мешаешься. Идея не в том, что вы за счет напряжения мышц пытаетесь его удержать, это будет очень тяжело. Напряжение должно быть, оно само собой, но оно должно быть в первую очередь правильным. И тогда вы сможете, соответственно, справиться с давлением. Если вы просто напряжете руку, то у вас напрягутся все, в общем-то, крупные мышцы, изгибатели и разгибатели. И ваша рука, помимо того, что будет бороться с давлением сверху, она еще будет бороться между собой. И вот здесь точно сил никаких не хватит, вот точно не хватит, как бы вы ни старались. Ваша задача – работать в основном разгибателем. То есть вы чуть-чуть пытаетесь руку выпрямить. Есть философское объяснение, когда вы представляете себе, что вода течет через пальцы, куда-то вдаль, к океану, где-нибудь там вдалеке обязательно есть океан. Вот, однозначно. Ну, если учитывать, что Земля круглая, конечно, тут есть уже спорные моменты на этот счет. С точки зрения биомеханики, ваша задача – не напрягать руку, чтобы антагонисты мышц не включались, а наоборот, пытаться ее, все время пытаться ее выпрямить. Поэтому нельзя резко не делать давление, не отпускать давление, резко не нужно, чтобы не травмировали локоть. С точки зрения выведения из равновеси, это тоже не совсем правильно, да? Ну, то есть, если у меня идея именно в том, чтобы согнуть руку, я должен сделать вот так. И как бы он сейчас ни работал, я все равно ее согну. Ваша задача не в этом. То есть, вы должны четко оказать давление вертикально. Вот сюда. Это тест, это не какая-то там, не знаю, эзотерическая техника или что-то вот прям. Какая-то борьба, где у меня принципиально нужно согнуть его руку. Мне нужно помочь ему поработать, почувствовать движение. Понятно, мы либо делаем выход на технику, либо какое-то подготовительное упражнение, как защитное движение или еще что-то. Здесь в этом плане гораздо сложнее. То есть, непонятно, зачем это упражнение. То есть, где его перенос в технику. На самом деле, основное, что вы здесь должны сделать, это запомнить ощущения, которые у вас, в общем-то, появляются при правильной работе. И когда вы делаете технику, когда вы делаете технические движения, она должна работать примерно с той же наполненностью, примерно с теми же ощущениями. Вне зависимости от того, что именно за технику вы делаете. Ну, примерно то же самое должно быть. То есть, рука должна быть не расслабленная, не вялая и не перенапряженная. То есть, у вас должна быть правильная, гармоничная работа мышцы. Это основное, на мой взгляд, в этом упражнении. У этого упражнения есть вариации. Одну из них мы сейчас, в общем-то, и попробуем. Это тоже достаточно интересно. Кому будет тяжело сделать в этом варианте, делаем на плечи. Обычно оно делается, когда партнер давит вам на голову, пытается вас назад опрокинуть. Ваша задача остаться, сидеть ровно. Потому что не поверим же. Евгений, смотрите, пока. Не-не-не-не. Я толстый, я тут всем местом, хватит. И поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти задача соответственно если вы начнете отклоняться или пытаться бороться с ним ничего не получится ваша задача занять правильное положение так чтобы его давление в общем особенно на вас если тяжело на шею давление может быть неприятно то же самое плечи идея абсолютно то же самое без рывков медленно плавно начинаем плавно заканчиваем выход здесь выход еще очень много проблем в этой технике возникает на начальных этапах на том когда вы выходите на технику сам бросок переход болевой в большинстве случаев не возникает никаких затруднений но вот в начале вы пытаетесь очень часто работать таким образом давить на него в итоге он отлетает очень далеко от вас нет контроля нет выведения из равновесия ну и соответственно у бросок у вас такая достаточно условность получается когда выполняете технику рука должна быть вдоль позвоночника здесь контроль шины у вас должно быть максимально плотно здесь он должен прилегать ни в коем случае не должно быть дистанции на этой дистанции не получится сделать это не то что вот должен плотник выход теперь на броске когда мы просто бросаем его выполняется шаг вперед когда болевой назад от выход сразу же зафиксировали болевой от и не сюда сюда руку через вверх не пытайтесь здесь и выбросить через вверх переход переход к силе к силе к силе выгод через вверх ай сейчас выполняем два варианта и с броском и с контролем по желанию еще раз если делать бросок то делаем шаг вперед если болевой то шаг назад а темик переход до лета второй вариант выполнения техники макайдауши сейчас мы сделаем с вами короткий вариант скетч уда и буквально вариацию то есть идея в том что вы будете идти туда и здесь бросаете конечно падаешь чем я делаю переигрываешь мы с ним договорились просто что он подыгрывает поэтому куда мне бросать но вот это в общем то хэнкаваз которая есть в аттестационной программе по айкидо которую вы можете делать или не делать это уж кому как больше нравится часто задают вопросы про хэнкаваз в аттестационной программе по айкидзюци те кто уже задавал программу по айкидо реально задают такие вопросы эти вариации тоже годятся это да эта вариация вполне имеет место быть на экзамене она в общем то для этого и сделана для расширения вашего кругозора и технического арсенала мы сейчас делать будем не ее а форму исходящую из нее то есть когда вы выходите сюда так же как на макайдоруш так же выходите и подхватываете на удушение теперь здесь есть вариант когда мы душим прям таким образом но нет мы сделаем чуть-чуть другий путь делаем выход сюда и здесь уже удушим выход точно такой же подхват подхват плотно здесь вывели уже обозначен когда делаем выход на технику здесь очень важный момент ваш локоть должен быть на одной линии с его подбородок примерно плюс-минус его гортань должна плотно входить в локтевой сгиб тогда получится удушение если вы сделаете это чуть дальше то здесь уже не получится его задушить не бросить ничего не получится сделать на самом деле чуть-чуть уведете сюда можно либо выходить на другое удушение либо не делать удушение вообще ваша задача плотненько взяли плотненько подхватили теперь таз подвернули под него и вот сюда только не спать только не спать аккуратно спокойно не торопясь потом даже если залезли душить его неудобно потому что здесь мне по идее нужно его как бы практически вверх вытягивать но если он выше меня то как его вытягивать вверх нужно же обалдеть здесь все решается очень просто если мы дотягиваемся до его головы как бы то ни было значит рост уже подходящий то есть вывести из равновесия мы здесь как минимум можем выполнить мукая дороже может может быть атака по колену и он станет очень ниже роста очень ниже роста и здесь душить его станет очень удобно очень удобно три атаки а перемещение одно и то же скичудан ушли скичудан скичудан шанан скичудан 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 скидзиодан шанан скичудан скичудан шанан скичудан шанан перемещение все время одно и то же стараемся выйти за сны здесь важный момент а когда атакуете следуем за пахнем следуем за пахнем не поворачивайтесь в другую сторону очень часто бывает что начинаете путаться поворачиваться вот сюда дистанция не для удара не для вашего не для удара вынимайся давай тадо часа уход уход а здесь есть очень важный на самом деле достаточно сложный нюанс Дело в том, что очень часто эту технику выполняют как подножку И такой может быть, действительно вполне возможный вариант И подножка в данной ситуации обязательно, когда вы работаете против ножа То есть в танку нуката этот элемент, он является обязательным для усиления технического действия Но на самом деле мы сейчас делаем не асотогари, не заднюю подножку Мы говорим хикиатоши Хикиатоши это техника, которая выполняется за счет выведения из равновесия на верхнем уровне, на плечевом полюсе То есть мы вот здесь должны вывести из равновесия, а не ногой вывести Не в этом задача, это возможно, такой вариант возможен Но сейчас ваша задача вывести его из равновесия Вот это принципиально Вам вывели шаг к сзади стоящей ноги Вы можете выполнять подножку, но пожалуйста, выполняйте ее правильно В любом случае, вы должны зайти за спину так далеко, как это только возможно Вот здесь вы должны находиться Если вы окажетесь здесь, ни хикиатоши не получится, ни подножка не получится Получится вот такое веселое положение Когда вы бросаете, мы сами примем поднять Вывели, можно и таким образом Можно Но основное все равно, это выведение из равновесия на полюсе Как для ударов яхудский, выполняем удары Здесь, будьте внимательны, не поднимайте локоть Не на защите, не на ударе То есть, вот такого быть не должно Не должно быть вот такого Он не боковой удар Прямой Здесь, на определенном уровне То есть, где-то на ширину ладони Ваша задача начать поворот То есть, вы снимаете удар не за счет арм-рестлинга Не за счет борьбы, а за счет вращения И здесь делаете удар И здесь поворачиваете Удар, поворот Постарайтесь меньше работать плечами, больше бедрами Все движение, оно должно быть вот здесь Вот здесь должно быть Не поднимайте Когда вы поднимаете локоть, рука становится слабой Ваша задача сделать поворот Когда вы поднимаете локоть на ударе Тоже ничего хорошего из этого не получится Постарайтесь, несмотря на то, что это упражнение Несмотря на то, что вы работаете аккуратно Постарайтесь бить по прямой линии Бить в голову Пусть медленно, аккуратно и с контролем Но бить в голову Очень часто получается такая ситуация Что вы три движения сделали Более-менее нормально А потом начинается вот такое Что вы здесь отрабатываете, непонятно Буквально загадка Вы здесь отрабатываете защиту А здесь отрабатываете атаку Защиту отрабатываете, атаку А вот здесь вы ничего не отрабатываете Здесь вы стоите и болтаете дела дружбы дела дружбы да что такое оно точно такое же как мы сейчас делаем один в один ничего у вас не поменялось поменялась у него так теперь не якуцкий а орицкий в остальном вы делаете все то же самое при этом выполняем выход отели обязательно прогнули здесь вот это отельный обязательно если вы его не сделаете то получится очень странная ситуация даже если вы его обозначить но не сделаете ситуация получится очень странно здесь допустим вы сделали здесь он идет на вас скорее скорее всего в таком положении а вы его пытаетесь бросить назад очень интересно не получится даже если вы обозначили здесь от ими этого все равно не достаточно нужно обязательно чтобы ваша теме имела здесь воздействие не надо ему зубы убивать каждый раз можно через раз выход обязательно вы где-то на эти только тогда бросок без этого а теме эту технику делать смысла не имеет и когда вы на экзамене делаете вот таким образом вы показали и пошли как засчитывать эту технику непонятно ну то есть в общем-то форму то сделали но технику не сделали если посмотреть на вашу работу отдельно от работы партнера то наверное да наверное она как-то так и есть а если вы со взаимодействием то уже точно нет обязательно обязательно не надо резко не надо сильно но воздействие должно быть обязательным и уход за стрим по 45 градусов ни в коем случае не выходим вот сюда обязательно выход за ним обязательно введение для этого вы должны как и для задней подножки оказаться дальше за ним не перед ним вот здесь техника не получится вот никак не получится то есть вот сюда его бросить и не получится вы должны сделать подшаг и после этого после этого уже бросить сейчас атака та же самая а вот техника соответственно другая сейчас работать в парах будем работать без броска только выход на технику потом разобьемся в группу и будем уже работать вместе с броском сейчас только выход на технику ваша задача сопровождение выход назад начало похоже но не совсем то же самое здесь не нужно делать выход также через болеву после чего вы фактически меняете стойку ставите колено вниз то которое ближе к партнеру и обязательно рука идет под ногу сейчас нужно сделать соответственно только выход на это движение то есть само сам бросок не делаем то есть вышли вот до этого сам бросок видит сопровождение выход здесь шаг назад не смена стойки не шаг вперед шаг назад сопровождение выход шаг назад выведение незравновесим обязательно работа рукой прям в принципе вот это движение когда вы уходите назад движение рукой оно обязательно здесь потому что в общем то это и есть то ради чего мы все это вытворяли выходили и так далее это движение это не для красоты воля и не для того чтобы подплатить его голову на экзамене так красиво выглядеть на самом деле это просто удар в пах все то есть мы все вот это вот вот это вот всю красоту делали только для того чтобы ему стало весело и интересно поэтому когда вы в технике этого не делаете то есть вы делаете все кроме того что надо получается на экзамене эту технику в общем то скорее всего не зачтут то есть если вы все 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 сделали такие молодцы но ты учима тагаеша это в общем то вот оно есть если вы этого не сделали ну то вы сделали технику замечательная экинаги вопросов нет но к ты учима тагаеша оно не имеет никакого отношения вот можно по-другому можно но не на экзамене еще чуть-чуть как только ваш партнер проведет руку вот за эту точку дальше вы руку свою уже вряд ли проконтролируете будет очень тяжело ее забрать отсюда есть варианты ухода само собой но сейчас ваша задача работать на динамике ваша задача работать вот здесь теперь его выводим практически как на робузы при этом уходим сами в сторону спины на себя не бросаем не бросаем уход за спину теперь он будет чуть-чуть наклонен вперед поэтому не назад а чуть-чуть выводя продолжаем просто так назад его запихнуть не получится ну в идеале если у вас хотя бы примерно сопоставимые габариты то толкнуть его вперед а потом засунуть назад скорее всего не получится поэтому выводим 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 и выводим и загнаемся bajo хе-хе я хе-хе хе-хе хе Мя хе-хе Перец собой рукой, перец собой, перец собой, все время работаем перец собой. Ни в коем случае не так, ни в коем случае не вот так в таких положениях будет у нас, соответственно, та же сам, выход на захват О, Матери Кулиноча, обязательно выход на захват здесь, потом он уходит героически, недалеко, не очень, вот сюда подход, теперь, когда уходим контролируем плечи обязательно, есть два варианта, когда мы работаем через плечи есть вариант, когда работаем через шею, оба варианта возможны в том числе и на аттестации, то есть нет такого, что-то принципиально важно. Может быть и такой вариант, и когда за два плеча работаем. Выход. 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 Сейчас более подробно остановимся на одном нюансе, на одном моменте, который, на мой взгляд, принципиально важен в этой технике и, в общем-то, не такой легкий, чтобы дойти и понять его самостоятельно. Выход. Теперь, вы очень часто пытаетесь бросить человека назад. К сожалению, это не так просто, как хотелось бы. Особенно, если ваш партнер не в два раза меньше у вас и легче. Если в два раза легче, тогда можно, в общем-то, не важно. Но, если вам вдруг почему-то не повезло и вас бьет не пятилетняя девочка, то придется придется, здесь что-то придумывать. Какие варианты есть? Значит, вариант номер раз самый, наверное, сложный. То есть, когда мы сюда зашли, нам нужно двигаться не в этом направлении, не толкать его назад, крепко встань, потому что же крепко встань. Не туда его тянуть не очень удобно, а сделать выведение из равновесия через сторону. Вариант номер раз. Это тяжело, сложно, и в идеале мы должны это делать буквально в динамике. То есть, не уйти туда, остановиться и тянуть. Потому что, как только вы сделаете паузу, как только вы сделаете остановку, вы дадите ему возможность что-то поменять, уйти, где-то поменять условия задачи. Вариант номер два – это работать, в общем-то, за счет массы и на скорость. То есть, сделать движение быстрее, чем он делает атаку. Если он еще не успел закончить атаку, то позиция у него более слабая, и ваше движение будет более быстрым. Вариант номер три, соответственно, когда вы все пропустили, когда вы все пропустили, и сейчас он начнет поворачиваться и бить вас почему-то. Возможно, да, по печени почему-то нет. Тогда и есть вариант вот такого. На самом деле, это все варианты одной и той же техники. Ни в коем случае не на себе. Картон захватывается не видно. Здесь захват идет под нос, обычно идет средним пальцем. Почему средним? Потому что тогда можно еще чему-нибудь сделать. Давление здесь идет не на зубы ему и не на нос. Это неприятно, но терпимо. Ну и можно испачкаться почему-то. Давление идет по направлению вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И тогда наступает счастье. Когда, конечно, болевой уходит. Не сразу счастье, там чуть-чуть подождать. Соответственно, здесь есть нюанс. По воздействию на болевые точки сделать это достаточно легко. Вывести из равновесия здесь человека, даже если он несколько большего, у вас достаточно легко. Но! Учитывайте, что если вы просто делаете ему больно и давите туда, ему рано или поздно, это надоест. И, скорее всего, надоест очень быстро. Поэтому у вас времени на бросок не то, что вы его здесь можете тиранить до, так сказать, посинения, не знаю, своего или его. Ваша задача вывести его из равновесия и показать ему направление для броска. То есть у него должно быть направление, куда он уходит от этой боли. Если вы просто давите ему на болевую точку, через небольшой промежуток времени наступает адаптация, боль уже не такая яркая, но по идее должна, по крайней мере, наступать адаптация. У нас там есть всякие варианты, может именно наступить. Но обычно оно должно наступить, адаптация, должно быть чуть-чуть менее больно и прям очень захочется выбраться оттуда. Вот прям очень захочется. Соответственно, чтобы этого не захотелось, Ваша задача сразу бросать. Сразу, не ждать его там полчаса. Несеренно. Дозаконку, да? Сейчас чуть-чуть. Есть два варианта. Мы сейчас будем делать сразу оба варианта. Задача. Его задача выполнить захват релки-дори, опустить релки вниз, прижать там. Моя задача выполнить это. Делается это за счет выведения, практически, его из равновесия и изменения структуры, при помощи которой он дает на ар. Если вы здесь боретесь таким образом, он все равно рано или поздно передалит. Ваша задача сделать такое положение, чтобы его давление не имело направленности на вас и не имело силы. Локти внизу у вас, а у него, соответственно, должно быть, локти наверху должны уходить наверху. Если будет наоборот, соответственно, позиция будет слабая. Руки прямые. Здесь очень важный момент. Вот здесь давление у него одинаково сильное. Будет с любой стороны оно будет одинаково сильное. Мне нужно сломать вот этот угол. И в этом случае давление пропадает. Это сложно. Но попробуйте. Второй вариант у Ши Гэйши. Это когда мы вот этот момент пропустили. Первый момент, когда мы должны были начать, мы пропустили. Соответственно, руки уходят, при этом тело, ноги остаются на месте. Так же, как мы вчера делали упражнение. Положение тела должно быть такое же, чтобы он давил, но давление уходило в ноги, а не сталкивало меня назад. Теперь руки работают на него, оказывают небольшое давление. Убираем тело назад и выходим в то же самое, в исходное. Пам, пошли. Вых. Здравствуйте. Ушли. Вых. Здесь. После того, как он закончил это движение, ваша задача оказать сюда на него давление. Иначе он сделает еще один шаг, и вы окажетесь в том же положении. Уходим. Руки выводим на уровень ничего, пояса. Смотри. Шаг вперед. Шаг назад. Это очень важное упражнение для техник от захвата. Особенно, соответственно, риот игры, джинт игры. Очень важный момент для выведения из равновесия, для понимания, как работает захват и сила, соответственно, партнера. Куда он давит, куда он может давить, куда он не может, как он может работать, как не может. Очень важный момент. Оши Гээш. Упражнение. Или техники, подобные ему, у вас не должно быть игры в паровозик. Это не об этом речь. Вот вообще не об этом. Сейчас половина в паровозик играла. Ваша задача держать руки прямыми. У него должны быть руки согнуты. Как только вы сюда руки привели, как только вы их согнули, если он все-таки давит вам на руки, и не легче вас это в два раза, то туда вы не выйдете, туда не получится. Для этого есть второй вариант. То есть, когда вы уже все пропустили, но и здесь они прямые. Вот загадка. И здесь прямые, и здесь прямые, и здесь прямые. Не вот это. Жим штанги. Силе. 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 Сейчас мы сделаем похожее упражнение. Силе. Но по-другому. Ваша задача. Одна рука работает вниз, а другая вверх. При этом постарайтесь не делать это вот так. И вот это вот так. Вот таким. Вот таким. Рука вниз, рука вверх. Здесь подхват руки. Здесь подхват руки. Вот. Не через сгибание. Через выпрямление. Набора больше даже. У него руки должны сгибаться. Не у вас. Что? Ребина. Соответственно, выход. Ой-рей. Выход. 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 По кругу. По кругу. Подс込 우리가 вниз. По кругу, вперёд, по кругу, вперёд, вперёд, вперёд в движении, вперёд. Здесь не надо сгибать руку, надо его вытягивать. В базовом варианте, соответственно, дальше идёт болевой. Сейчас принужно делать, а то кто-нибудь приземлится на вас сверху этого болевого. Выход, боком присели, руку ведём. Не на себя наматываем. Стандартный вариант выполнения, которое вы обычно делаете, это вот так. А он не падает. Не получилось. Такидо не работает. Интересно, да? Ваша задача, эту руку вытягивать вверх, самому идти ниже его центра тяжести. Пяточки вместе. Оп. И бросочка. Легко и просто. Работаем в группах, либо без падения. Начинающие, те, кто особенно боятся падать, или не умеют, или не уверены, работают без падения. Те, кто работают с падением, работают в группах. Поехали. Рогами, а не руками. То, что вы пытаетесь сделать, это вы пытаетесь сюда выйти, не доделав, не встав в позицию. Вы пытаетесь вытащить партнёра руками. И что-то как-то не очень получается. В среднем ваш партнёр весит больше, чем вы можете вот так вот вытащить руками. Ну, и так получается почему-то. Загадка. Идите, что ли, в качалочку, чтобы займитесь чем-то. Ну, если уж такие силовые приёмы собираетесь сделать. Ваша задача уйти ногами вниз, боком повернувшись к нему. И здесь работают ноги. В среднем ваш партнёр весит сильно меньше, чем вы можете поднять ногами. Вот прям сильно меньше. Вот сюда. Вот сюда. И вот оно. Вот оно выезжает. Ногами. Не руками его надо вытащить. Не руками. Как бы вам это уникало? Буквально две минуты. Тебя коуча купила небесnahmen, под забрали beam абой. И бил點 pouvала их есть и пятнёркana, ATE. Я билайн был разбивyim пальцы. Заберем españ, walkerи может состоять, пока в час, л с fluor released King со смартной. Солонч, не успел и поделать обычных десятнёт attainок, но еще не успел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...